Сиг, сиг, сиг! Номер natural priest Hell and pizza were supposed to be released Привет всем! Вы на музыкальном канале World of MP и сегодня у нас будет душевное интервью с легендарным бас-гитаристом группы Cruise Фёдором Васильевым. Я дико рад, что мне посчастливилось иметь возможность пообщаться с одним из самых любимых бас-гитаристов. В данном интервью мы с Фёдором затронули самые разные темы, поэтому будет интересно всем и музыкантам а также простым меломанам. А также недавно на канале выходило еще видео о бас-гитарных героях с Фёдором также рекомендую посмотреть. Поэтому усаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие. Ну и конечно же перед началом видео не забываем ставить большие пальцы, также подписываться на канал и нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. И конечно же в комментариях вы можете отписать с кем бы вы хотели увидеть еще интервью на нашем канале. Приятного просмотра! Давайте начнем с первого вопроса. он конечно будет самый банальный. Знаете почему? Потому что 100% у меня будет спрашивать, чем вы сейчас занимаетесь? В каких проектах? Как проходит ваша творческая жизнь именно сейчас? Ну, занимаюсь я, собственно говоря, тем же, чем и всегда. То есть я стараюсь как можно больше играть на бас-гитаре. Проекты у меня сейчас таких из реально действующих. То есть у меня два каверовых проекта. Один сейчас совсем, он такой, в стадии стартапа, это такой, скажем так, народная поп-музыка. Ага, я понял. Некая коммерческая как бы. Я понял, я понял. Она должна присутствовать, да, потому что, к сожалению... Жить надо, жить нужно как-то, понятно. Рок-музыка, что-то пока не очень. До этого времени, да. При этом, естественно, значит, я преподаю уже много лет и периодически студийные сессии какие-то я подписываю людям. Вот, собственно говоря. Ну, то есть прямая деятельность, которую должен музыкант нормально осуществлять. Ну да, для того, чтобы жить полноценно, я понимаю. А вот ситуация с круизом. Вы снова будете собираться или нет? Вот тоже часто спрашивают, интересуются. Да, Серёжа, это, понимаете, в чем дело? Это скорее, значит, вопрос к Валерии, конечно, потому что в этом смысле он глав нога, да. Да. Это все в большей степени зависит от него, да, потому что мы-то, в принципе, всегда готовы, если есть темы к обсуждению, там, каким-то, да. То препятствий не вижу. Ну да, пока сейчас с вирусом эти все проблемы, то, понятно, можно забыть в этом году. Сейчас вообще непонятно, когда это все закончится, потому что как-то все это протекает, в общем, печально. Да, да. И все мы сидим по домам, а вы же понимаете род нашей деятельности, то есть пока разрешат такие открытые публичные какие-то мероприятия, это не очень понятно, сколько времени пройдет. И вообще, когда откроют границы, когда люди смогут свободно... Да, да, это тоже этот вопрос. Это вообще непонятно, да. Сейчас прогнозировать там политики-то, в общем, сами, не знаю, толком ничего сказать не могут, а мы тут вообще чего, да. Остается только ждать, правильно? Да, абсолютно, абсолютно, да. Но это как раз очень хорошее время для того, чтобы высадить индивидуальное исполнительское мастерство. Заниматься саморазвитием. Это богатейшее, благодарнейшее время. Ничто не отвлекает, вот можно прям с утра до ночи сидишь себе дома, ну кто где, да. Да, и главное котика не забыть покормить, вот это самое главное. А, кстати, как котика зовут? Кота зовут Контрабас, ну а как еще в Басе? Да. Контрабас в Сеяруси, да, но в дому он Басик. Басик, я понял, сокращенно. Вот мы про котиков поговорим в конце, окей, короче, вот это тоже тема интересная очень. Вот, и еще тоже один такой вопрос, пока сразу, пока в начале. Очень всех волнует какая-то была группа, которая испугалась с вами в Германии выступать. То есть много там споров, догадок, там Уда, Грейп Диггер, то есть Крейтер. Все, что хочешь, но, типа, вы тогда в интервью не указали, кто это. Сереж, я сейчас вам, честно говоря, наверняка и точно не назову, но вот там последний год, когда мы работали в Германии, с нами вообще никто не хотел работать. Ну, конечно, при такой дикой подачи. Потому что никому, такой суппорт никому был не нужен, да, там, и мы работали, один раз мы работали суда, там, какие-то фестивали. Я сейчас уже просто это не помню, потому что... Ну, да, ну, да, 30 лет прошло больше всего. Да, да, вот, но с нами не хотели работать никто, потому что, вот еще раз повторяю, потому что, уж больно крепкий суппорт получался, и... Ну, да, понятно, с такой подачей, с таким материалом, то есть я вот, когда слушаю вот Круис англоязычный 88-й вот этот, и там сравниваю с каким-то там Крейтером или Содом, ну, это детский садик, честно, просто детский садик. Это мне, кстати, сразу же купило... Рэйдж с нами, Рэйдж с нами попытались тоже один раз поработать, и, как бы, и сказали, что нет, 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 достаточно одной таблетки. Да, я с вами согласен, то есть я же говорю, это первое, что меня купило, когда услышал англоязычный альбом, я подумал, ну, нифига себе уровень, типа, запись, подача, то есть, ну, все такое, блин, ну, тупо не с кем сравнивать, разве что, ну, на каком-то уровне Destruction. Ну, мне как раз тогда и выходил такой, ну, техникал альбом. Хорош коллектив, да, я в курсе, да. Вот, понимаете, а с Содомом, с Крейтором, Танкардом, ну, там, Холли Моссес, ну, это детский садик, честно. Вот, как ни крути, я эти группы люблю, но если... Мне тоже, мне тоже все это нравится, и, как бы, ну... Давайте будем честны, что это детский садик по сравнению с музыкой круиза, ну, с исполнением, с материалом, то есть, и самое тоже интересное то, что я не мог ни с кем вас сравнить. То есть, знаете, когда слушаешь, например, там, Коррозия металла, или слушаешь, например, Черный обелиск, или Шах, сразу есть какие-то ассоциации с западными группами. А вот, блин, с круизом вот сидишь, слушаешь, так, что-то, что-то, что-то не лезет. А, Айрон Рок, двойные бочки, ага, ну, что-то на Моторхед похоже, оверкил, ну, этого все, этого мало. Да, Сереж, мы очень много в этом смысле работали над тем, ну, я и вообще в этом смысле хочу сказать, что круиз выгодно отличался тем, что мы... ну, мне тоже не с кем сравнивать. Ну, вот, видите. По музыке, потому что очень широкий был стилистический охват, да, там, от трэш, от спид до мелодик, до пауэр метал, да, то есть очень много... ну, так получилось, да, очень много стилистики было использовано, да, и... ну, я считаю, это нормально, да. Конечно, это очень круто на то время, это как раз и есть фирма, по моему мнению, вот. Это просто, ну, как-то, неловко за коллег, да, которые это делают. Вроде играют нормально, а там, одни, там, сплошные Iron Maiden, да, там... Да, Металлика, Слэйр, то есть... Другие сплошные, там, Монавод, эти там, хотя Монавод нет, наверное, да, там, ну, в общем, все как из одной бочки, да, это... Да, да, я согласен, то есть заказ под фирму. Не очень много это все. Знаете, что интересно, вот песня, та же Avenger, она, наверное, столько, ну, поражает, знаете, тем, что она начинается, какая-то, как цыганская песня, ну, согласитесь, как с этого переборчика, мотивчик, вот, а в итоге заканчивается кроссоверным месиловым, там, где ваше бас-соло, вот это, ну, это же кроссовер, по сути. Ну, да, ну, да. Меня-то всегда удивляло, что в этой песне столько элементов, там есть и дезовые рифы есть, есть и классические вот эти тоже переклички, все дела, то есть, ну, меня всегда поражало, как это в одной песне можно это все уместить прям, и причем, что это вкусно звучит очень. А вот можно. Я же к этому и говорю, что вот есть весь смысл круиза, то есть совместить несовместимое, вот. Вот это меня всегда поражало, что как это так, особенно вот песня Avenger, ну, кстати, она мне, если честно, меньше всего нравится с альбома, ну, потому что вот это из-за этого начала цыганского, ну, это я вот так называю. Откусите, сейчас это элементарно делается, берете трек, откусываете вступление и слушаете. Не, ну, не, я все равно слушаю, но просто, типа, я говорю так, что вот, типа, а фаворит мой это Позест, вот, песня, то есть там вообще просто снос щит. Позест, да, 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 так говоришь. Фирма, фирмой просто, просто. Непростое произведение к исполнению, да, да, да. Я знаю, что в середине трека пальцами играли, я читал в интервьюах, ну, вот. Да. А я, кстати, заметил, что это такое. Да, то есть я слышал какое-то, ну, не извлечение медиатором, то есть я даже, ну, посомневался, а потом оказалось, что сомнения, ну, были не напрасны. Да, не напрасны были сомнения, абсолютно. Это, кстати, еще почему я вас очень сильно люблю как басгитариста, потому что вы пальцами очень хорошо играете, слэпом наяриваете тоже, будь здоров, вот. И также медиаторная атака, это просто вообще бомба просто. Хотя я сам играю я пальцами, ну, тоже медиаторами, там, слэпом все дела, но все равно это, ну, то есть, дико цепляет мне, честно. Ну, я хочу вас разочаровать, слэпом я играю не очень, вот. Ну, этого хватает, этого хватает. Да, мне просто больше не надо, потому что как-то объять, ну, невозможно объять необъятное, для того чтобы становиться слэпером, это нужно реально отдельно этому посвятить достаточно много времени. А самое главное, что это, дело в том, что это не совсем, скажем так, моя музыкальная стилистика, там, где нужна эта игра слэпом, поэтому... Да, важно. Хорошо, давайте тогда перейдем к такому вопросу, как ваш опыт с советскими бас-гитарами. Я знаю, что вы 100% начинали с ними, как-то боролись, сталкивались с проблемой, вот хочу послушать. Вот, значит, по поводу советских бас-гитар, ну, слава богу, что мы весь этот кошмар пережили, да, потому что хуже инструментов я своей жизни не встречал, да. И вообще считаю, что те люди, которые, там, я уж не знаю, как их придумали, но те люди, которые их делали, это просто настоящие, просто враги, враги народу. Да, потому что на этих инструментах не то, что нельзя играть, запрещено играть, да, нельзя выпускать инструменты, на которых невозможно играть, да, которые невозможно отстроить, то есть не привести их в исполнительское состояние какое-то, да, это катастрофа. Потому что, естественно, там я начинал все эти Родены, значит, ну, наши Уралы, Родены, это было... Кавказ, наверное, тоже, да? Как? Кавказ, это типа семейство Урала, вот. Не, вот эти мне не попадались. Вам повезло, дико повезло. Да, нет, потому что мне реально в этом смысле повезло, потому что, причем, вот эти все Уралы, Родены, они все были в основном где-то в пионерских лагерях, вот как-то, да. В этой точке, да, да. Да. А уже то, что я играл где-то в Москве, да, уже, ну, худо-бедно были уже даже болгарские какие-то инструменты, я сейчас не помню, как они, чешские, болгарские. Баз, наверное, и Олана, да, наверное, вот эти... Какие? Экшн-баз и Олана, или как она там... Экшн, это ГДР. Олана, это Югославские. Эти-то инструменты как раз ничего... Не играбельные, я сам их когда-то трогал, да. Да, еще как-то что-то там можно было сделать, да, а вот все эти инструменты нашего российского производства, это вот прям было сделано как будто специально, вот если нужно сделать инструмент для того, чтобы у человека, который хочет заниматься, да, отбить, то есть на всю оставшуюся жизнь отбить охоту. Вот это просто, да, если вы хотите отравить жизнь музыканту, дайте ему вот Урал, Роден, и там месяца через три, через четыре вы получите... Гарантированный результат будет отрицательный, естественно, да, потому что это невозможно. Возможно, и в этом смысле, я говорю, мне повезло, потому что только в пионерских лагерях были вот эти стандартные тогда был набор, значит, у барабанщика был тройничок, у бас-гитариста был вот какой-то Урал Роден, значит, а у гитариста тоже был какой-то кошмар. Урал, да, наверное. Да, какой-то Урал, и все это. Слава богу, я говорю, что мы эти времена прошли, и больше они не повторятся, да, в этом смысле. Не знаю. Почему я просто спрашиваю, я вот недели две или три назад выгружал видео, где я рассказывал, как я себе купил бас-гитару Урал, когда еще был школьником, вот, и в итоге, короче, ну, она просто была неиграбельная, вот, ну, я рассказал всю историю, говорю, что, типа, вот, там гриф нельзя было отстроить, потому что там, ну, можно сказать, три-четыре сантиметра, это же вообще невозможно играть, вот, потом гитара тяжеленная, там, килограмм восемь-девять, вот, и третий, она постоянно ловила радио, короче, постоянно. И я-то все рассказал, что, вот, типа, я вот столкнулся, там, все дела, и на меня, короче, дико накинулись, начали писать, что, вот, ты урод зажраный, все дела, мы там на Уралах лопали, классные там все, ну, классные весла, все дела, ты такой зажраный, у тебя руки криворуки, вот, поэтому мне просто стало интересно, вот, спасибо. У людей просто оценка, знаете, вот, видимо, они так и играли на таких инструментах, что, ну, а что об этом говорить, да, значит, люди вообще не понимают предмета тогда, да, ну, и на самом деле, да. Да, то есть мы к нам такие, да, все классные, а вот, типа, у кого прямые руки, то все будет звучать, ну, блин, а как оно будет звучать, если три-четыре сантиметра, как это будет, блин? Я приводил такой пример, если вы хотите участвовать в гонках Формулы-1, то ни на Запорожцах, ни на Жигулях ездить нельзя, да, вот даже если вы сделаете эти автомобили из золота, там, из чего угодно, да, ну, нельзя, да, потому что такой автопром был, да. Да, 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 и вот и объясняющим людям все равно не доходит, ну, окей, это, знаете, такое вот. Это люди с искаженным восприятием. Да, и вот я привожу пример, а почему тогда лучшие басгитаристы СССР, вот вы, Грановский, потом Крупнов и Дубинин, почему вы все играли там на Реккенбейкерах, на Фендерах, на Альбанезах, говорю, вот почему раз такие классные басгитары Урал, так почему, типа, метры советского металла не играли на них, типа, и все, сразу ответа нет. То есть, ну, это как бы логично, согласитесь. Ну, конечно, конечно. Нет, это совершенно, это исключено. Более того, мы-то тогда были молодые дырьяны, да, и, естественно... Но возможностей не было, правильно? Любой человек, который пытался заниматься музыкой, да, стремился к тому, чтобы приобрести себе инструмент, ну, во-первых, насколько это позволяла просто финансовая сторона, потому что инструмент стоил сумасшедших денег. Ну, да, 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 по-наслышке. Поэтому это, ну, и это нормально, да, вот я считаю, да, когда люди там годами копили деньги, да, для того, чтобы потом, значит, купить какой-то нормальный инструмент, который поддается управлению и вообще... Да, да, да. ...которым можно как-то что-то музицировать, да. Да, заниматься. Да, слава богу, что тогда уже нет, ну, по всей, в этом смысле, по всему СССР были мастера, которые уже делали... Отдельные, да, типа, кастомы. ...отдельные инструменты, которые как раз попадали в ценовую категорию, то есть они, естественно, стоили дороже, чем весь, условно говоря, демократический лагерь, да, вот эти все... От 200 рублей, да. Чехия, Чехословакия, да, но это все-таки были не, там, условно говоря, не американские, не японские, да, инструменты, которые стоили тогда... Ну, играбили, да. ...как автомобиль, да, Рейкенбайкер стоил новый инструмент, стоил там 4,5 тысячи рублей, да, а новые Жигули стоили 5500. А как у вас получилось купить Рейкенбайкер? Я много работал. Логично, логично. Я много работал, да. А восьмиструнный тоже, где вы взяли, то есть, мне кажется, тоже такое было время сложное? Тоже восьмиструнный инструмент, я вообще совершенно случайно, я его купил тоже здесь, в Москве, просто принесли, показали, я занял денег и купил. А дорого было, если не секрет, просто вот интересно? Сейчас, я не помню, там, ну это тоже там где-то в районе 4-5 тысяч рублей стоил, конечно, да. Не, это сумасшедшие были деньги, мы много работали, я еще раз говорю, Сережа. Я понимаю. Мы реально много работали. Да, ну, видите, все это вот. А почему вам не нравится Fender Jazz Bass и вообще фирма Fender? Вот просто интересно. Значит, сейчас поясню. Дело в том, что, значит, нужно понимать, что такое не нравится, да. Условно, если мне не нравится группа Rolling Stones, это не значит, что это плохая группа. Это просто оценочное суждение. Это первое. Второе. Дело в том, что джаз-бас был как инструмент изобретен в начале 60-х годов. Да, да, да. А сейчас у нас все-таки 21 век, да, и сидят тысячи людей уж точно умнее, чем я, да, и придумывают новые бас-гитары. И, то есть, перевожу на человеческий язык. Есть инструменты, которые уже и по дереву, по мебели-производству, скажем так, да, и по электронной составляющей, да, они современные, они совершенно по-другому звучат. Ну, да, конечно. И это хорошо, да. Ну, конечно. Если мы там говорим о джаз-басах, да, то, да, существует такая организация, я не знаю сейчас, ну, должна, по крайней мере, существует такая организация гитарная, которая называется GL. Почему GL? Потому что Жилберт и Лео, то есть, это два брата Фендера, которые сделали, придумали новые инструменты, да. Они абсолютно звучат по-фендеровски, да, звучат более современно. Современно, я понял, я понял. А джаз-бас просто уже из каждого, более того, еще при этом люди, никто, в общем, особенно не работает со звуком, и поэтому вот этот вот джаз-бас очень, очень хороший, добротный, со своим характером, со своим тоном инструмент. Ну, когда это звучит из каждого утюга, ну, просто уже, уже просто сил нет, да, просто нет. Да, с пол, да, гитара, вот, тоже везде. При этом, я говорю, если на сегодняшний день нужно получить вот этот характер фендера, да, значит, есть GL, да, есть там, Лекланды, да, которые в этом смысле, они, как бы, ну, с моей точки зрения, они традиционно продолжают вот эту вот концепцию. Да, вот, просто звук продолжает развиваться, я не знаю, да, да, то есть абсолютно логично, логически, да, вот он становится более современным, и это клево, да. Да, конечно, время меняется, все идет. Плюс при этом еще, с моей точки зрения, ну, по крайней мере, вот для моей игры, да, он неудобный. Это все абсолютно, то, что называется, имхо, да, абсолютно персональное, частное мнение. Это замечательные инструменты, все хорошо, но просто я уже, я их терпеть ненавижу. Просто надо смотреть немножечко, как бы, вперед и быть, в общем, ну, в этом смысле, да, любой нормальный музыкант должен думать о звуке, и... Ну, конечно. А тут, как бы, то есть, если я купил джаз-бас, значит, я круто буду звучать. Да нифига подобного, полная говна. Там много всяких плюшек, да, и несмотря на то, что существует... Там сейчас многие, как это, на нас бы с вами набросились, потому что существуют современные джаз-басы, там всякие, не помню всех этих названий. Активная электроника, если всем этим не понял. Активная электроника, это, кстати, неплохо, да, потому что я, вот как раз, там, начиная с 87-го года, вот как раз, когда у меня Ворвик появился, мой первый, пассивный инструмент появился вот только год назад. Да, потому что до этого все инструменты у меня всегда были активными, и то это, я считаю, что это исключение, которое только подтверждает правила. Опять, потому что это 21-й век, потому что у меня это Yamaha III Attitude, да, знаете, да, что это такое? Да, это Беляшиха, насколько я не ошибаюсь. Да, да, да. Вот, значит, но, опять, значит, технологии 21-го века, значит, японцы придумали, если вы смотрели ролики, значит, они придумали технологию искусственного состаривания дерева. Не, не, не видел, честно. Вот это очень любопытно. Значит, называется... Она будет запариться, поискачь, надо будет. Называется она, значит, Artificial... не помню, значит, аббревиатура A-R-E. Окей, хорошо, я запомнил, а еще посмотрю, интересно. Смотрите, потрясающе, они, значит, что они делают, они берут сырье, заготовки, закладывают их в такой, типа, автоклава такая труба, да, и что-то, значит, и они там трясут, меняют температуру, все время меняется влажность, температура, и вот этот процесс, как бы, дерево... То есть, что такое старое дерево? Дерево со временем начинает кристаллизоваться, как выяснилось, да, и именно поэтому оно начинает вот таким образом... Почему вот старые инструменты хорошо звучат? Да, да, да. Да, да, то же самое. ...времени оно начинает кристаллизоваться. Так вот, япошки придумали, как этот процесс убыстрить во времени, то есть, берут условно... ну, то есть, они тоже берут музыкальное сырье, но благодаря этой технологии они его делают еще более старым, да, и поэтому... Вот такое получается. Просто фантастически, да, к тому же это тоже, как исключение из правил, это единственный инструмент, который у меня на болтах. Ага, у вас все, наверное, это... Сквозняки? Сквозняки, да, и уверяю вас, что он совершенно не по сустейну, не по атаке, он вообще не уступает сквознякам. Вообще не... это просто фантастика, просто фантастика. Это не на правах рекламы, я... Да нет, это на правах интереса. Потому что я, потому что, на самом деле, покупал этот инструмент вслепую, я на нем ни разу не играл. Я фоточку вас видел с ней, вот, и думал, что вы, типа, где-то, может, презентовали, показывали ее. Но, почитав, вот, посмотрев вот эти все ролики, почитав... Контрабасы. Почитав ролики, почитав отзывы, я понял, что... Ну, я, конечно, рискую, потому что я еще раз повторяю, я ни разу в руках его не держал, да. Я рискую, но у меня на 99% была уверенность, что все будет нормально. И мои ожидания, они даже были перевыполнены. Перевыполнены, да. В нем процентов, да, потому что, опять же, вот эта возможность подключения его в так называемом стереорежиме, да, когда у нас каждый звукосниматель обрабатывается совершенно разными линиями, да, и по-разному, естественно. Да, это невозможно. Я пробовал много лет добиться этого электрическим путем, да, ничего не работает. Да, то есть это, значит, получается только благодаря тому, что вот эти две линии обработки, они смешиваются акустически, да. И вот тогда это дает вот тот самый, как бы, то есть весь этот эффект, ради чего все это и делалось, да. Потрясающе. Просто, просто потрясающе. В записи вы ее уже использовали? А? В записи вы ее уже использовали? В записи, да, использовал. Есть у меня, ну, такое оно пока на уровне РАФа, это мне надо, чтобы пример вам привести, это мне надо будет спросить разрешение, потому что я не знаю, люди вообще там, что они с этим материалом сделали, вот, там есть, что показать. Я понял, ну, если будет желание, просто киньте мне, ну, ради интереса, если будет, окей, вот, просто послушать. Не вопрос. Хорошо. А хотел еще тоже спросить по поводу вашего сотрудничества с группой «Дюна». То есть для меня это был вообще, ну, откровенный шок, в хорошем смысле. Знаете почему? Потому что в детстве я слушал «Дюну», она мне нравилась. Для меня это был откровенный шок, ну, причем такой позитивный. Ну, а что тут удивительного просто? Я сейчас даже не помню, я, по-моему, писал какие-то две пьесы, но это было очень давно. Я понял, что 90-е, там, да, где-то там, середина 90-х. Сейчас я собрал 90-е. Ну, да, наверное, там какие-то 90-е, там, может быть, начало 2000-х. Я сейчас... Я не помню, Сережа. Я не помню вообще, да, потому что это было очень давно. Сереж, очень давно. Так интересно такое сотрудничество в радиогруппах. Те писал, помню, да, это было в Химках, ДК Родина. Есть такой там большой, и там внизу студия была такая достаточно приличная. Вот это я помню. А что я писал? Чем не читать, а чем писать? Поэтому не знаю. Ну, просто стало интересно, ну, я же говорю, для меня это стало позитивным таким открытием. Ну, да, почему нет? Ну, Дюна классная, я не знаю, то есть, да, там, не тяжеляк, там, не рок, все дела, но, блин, музыка своего времени. Ну, да, да, абсолютно музыка своего времени, в общем, достаточно позитивная, скажем так. Да, да, вот это чем мне и нравилось. Хорошо, хотел еще тоже спросить по поводу вашего эндорснина Варвика. Вот, я знаю, что вас там заметили на рок-лаборатории, да, насколько я не ошибаюсь? Рок-панорама, это... Панорама, вот у меня. Да, рок-панорама, это фестиваль, да, значит. В 87-м, правильно? Да, да, в 87-м году тоже все достаточно банально. Значит, фестиваль длился, по-моему, дня три или четыре. Вот, и, значит, ну, приехали немцы, посмотрели весь этот фестиваль, вот, ну, и потом пришли и сказали, что, типа, ну, вот. Ну, то есть вы даже и не стремились и не думали, да, об этом. Не, мне вообще было, мне вообще это все было фиолетово. Более того, я уже в каком-то интервью рассказывал, что взяв этот инструмент, я его поставил дома за дверь, и я его больше, чем полгода даже не открывал. То есть мне, ну, во-первых, много работ, мы много очень ездили, да, и потом вот у меня было два рекенбакера, мне было это вообще неинтересно, да, меня полностью все устраивало, там, тру-ля-ля, пятое-десятое. Вот, и в один прекрасный момент, значит, мы поехали, то ли в Таллин, в общем, куда-то в Прибалтику мы поехали, и поехали мы, там, на неделю, на шесть концертов. Тогда это было очень мало, да, вот, и я такой подумал, думаю, вот что я вот на неделю потащу, а эти мои бакеры были, они в этих, в оффлайк-кейсах. Тяжесть, блин, неподъемная все это, таскать это все, караул, два ящика, шмотки, вот, я думаю, а, значит, Ворвик был уже в таком, в мягком, в кейсе, так, на плечо, вот. В чехле, в чехле, да. В чехле, да. И я такой думаю, вот что я поеду с этими, со своими ящиками, там, на эту фигню, да, поеду-ка я вот... Налегке, налегке. В цехе, да. И просто, и отработав первый концерт, я понял, какой же я был дурак. Просто, просто идиот, да, потому что это вот как раз к моим словам о том, что нужно, то есть, это меня, эта ситуация научила меня на всю жизнь, что нужно все время следить за тем, что вообще происходит в профессии, в этом смысле, вот, с точки зрения инструментария, вот. Я понял, что какие рикенбакеры, значит. То есть, они замечательные, я до сих пор, это у меня один из самых моих любимых инструментов. Все клево, но есть современные инструменты, которые, во-первых, по-другому совершенно звучат, раз. Да, они совершенно дают совершенно другую возможность исполнителю реализоваться, просто как исполнитель, да, то, что можно сыграть на Ворвике, там, есть некоторые вещи, которые на рикенбакере сыграть просто невозможно никому, да, просто потому что технически, там, вот так инструмент устроен, и все, да. Ну да, да. Он от этого не хуже, не лучше, он просто вот такой, да, поэтому вот лучше всегда, вот, как-то, что называется, быть оншей, да, то есть следить за тем, что происходит, там, изучать вопросы, да, и не, как-то, не включать снобы и говорить, а у меня джазбас 65-го года, да, при этом еще многие люди не понимают вообще, что, потому что вот это все, какого года инструмент, это все пошло, естественно, из Америки, да, у нас люди не понимают вообще, об что речь, что называется, да, потому что дело в том, что время от времени фондера вносили кое-какие изменения, во-первых, в расположение съемников, во-вторых, в то, какие это съемники, да, там, магниты были другие, там, с обмоткой они тоже мудрили, да, именно поэтому разные инструменты разных лет, они звучат, в общем, по-разному, именно поэтому, да, а не потому, что он там 63-го года, да, типа старый, да, они есть такие старые, что как-то, что они вообще не звучат, говно на палке просто, извини. Да, и будут этим спекулируют возрастом, правильно? Да, это просто, что называется, главное, чтобы лох цепенел. А эти у вас Риккенбейкеры остались еще? Нет, конечно, зачем они мне, куда мне их солить, что ли? Ну, просто как часть истории, типа, вот. Нет, какая история, моя история, вон у меня тут под рукой тут все стоит. Новая история пишется, правильно? Да, конечно, конечно, конечно. А Варвик какой-то у вас остался, да, с тех, кто... Конечно, мой первый Варвик, он, конечно, остался, да. Это не, это все, это как бы BattleX такой, да, он как-то не продается. А один у вас украли, да, пятиструнный, насколько я еще? Да, пятиструнный у меня в находке украли, да. Там на этаже вскрыли, там, пять или шесть номеров прям подряд, то есть пока вечером люди там, я не помню, мы где-то тусовались там внизу, там, то и гулять ходили, то, что я сейчас тоже не помню, да, и прям вскрыли пять номеров, по-моему, пять номеров, да, там, и там, вот у меня вынесли, хорошо, шмотки остались, да, там, у кого-то все шмотки вынесли, да, там, у меня вынесли инструменты. Ну, обидно, конечно. Ну, неприятно, мягко говоря, да, не очень приятно, да. Да, жесть, конечно. Это мне, кстати, тоже когда-то удивило, что вот, типа, советский бас-гитарист и стал эндорсером, там, это тоже из разряда какого-то космоса, честно. Ну, да, ну, потому что, вы еще не поверите, Сереж, потому что на этот инструмент ездили смотреть, блин, со всей страны просто. Вот, просто коллеги, там, музыканты мои, да, и очень много мастеров приезжало из каких-то там других... Изучить, пощупать, да, его... Да, просто посмотреть, потому что они хотели делать копии. Да, и у меня, как бы, в этом смысле, у меня никаких проблем не было, и они, конечно, просто по тем временам просто офигевали от технологий, как это все было сделано, как выполнено все, да, и я считал, что это только, как бы, вот в этом смысле будет двигать там, ну, наше отечественное гитаропроизводство, скажем. Ну, да, да, да. Потому что уверяю, что наши мастера могут делать, ну, не хуже фирмачей, а, может быть, какие-то вещи и получше, откровенно. Да, я с вами тоже согласен, у меня, то есть, украинского, это, производства кастом, то есть, тоже. У вас есть ребята, сейчас они делают какие-то такие, с характерными какими-то штучками, такие инструменты тоже, вот. Да, что-то я видел такое, но я не помню, кто такие. Я сам, называется, не пробовал, да, вот, но у всех, вроде, такие, и очень, отзывы очень положительные. Да нет, ну, в этом смысле, как бы, люди с руками, откуда надо, растущими, они, господи, они всегда были, есть и будут, да. Да, кулибины. Абсолютно, абсолютно. Это, кстати, тоже такой интересный вопрос, вот, почему в Советском Союзе не могли купить тех же пара фендербасов, пару там гипсочей, к примеру, взять их там, разобрать до щепок, вот, посмотреть электронику, посмотреть дерево и собрать какое-то, ну, на основе свое, что-то вот. А не использовать гук. Да, это никому было не нужно, именно по этой причине такие инструменты были. Кому это было нужно? Для кого-то. Поэтому мне всегда интересно было, почему, типа, вроде же инженеры в СНО, в Советском Союзе были? Нет, в этом смысле, там, немцы делали, Югославы делали, да, чехи делали. Почему было просто, вот, вместо того, чтобы тратить деньги на построение производства, вот этого дерьма, да, почему было просто тупо вообще не завалить, да, этими инструментами, просто весь этот советский совок, да, до упора, да, и расслабиться, да, и все были бы счастливы и довольны. Да, типа, на, ты ешь ты, типа, на, я понял. Потому что, ну, для того времени, в общем, вот эти юшковские, чехословацкие инструменты, немецкие в меньшей степени, ну, в общем, они были вполне играбельны, приличны, да, там, люди что-то делали со звукоснимателями, там, как что-то, в общем... Поставе тоже хорошее, это тоже там влияло сильно. В общем, все это приводилось, в общем, в какую-то, в такую нормальную кондицию, то есть, особенно, там, для начинающего музыканта было вполне... Лучше, чем Урал, это точно, да. Только не Урал, нет, никогда. Я понял. Да, также дальше хочу с вами поговорить по поводу трэш-бас-гитаристов западных. Какие на то время вам больше всего нравились, просто вот интересные? Я в этом... ну, трэш-это сильно сказано, то есть, мне из... Трэш. Из... из... хеви-метал, да, скажем так, я мог выделить только... Мне нравился басист из Мегадет, я не помню, как его зовут. Дэвид Эллифсон. Совершенно верно, да. Очень толковый. У меня тоже есть мнения, он, позже скажу. Да, очень толковый человек, музыкант, и Джо Ди Майя. Джо Ди Майя, ну, Джо Ди Майя, это отдельный подвид басист-бас-гитариста. Ну, и ничего страшного, прекрасный... Нет, но он новатор. Для своей жартистики очень круто, потому что мы были несколько раз на концертах Монаво. Вот. Ну, он и харизматичный, это раз, и типа, ну, он инноватор в своем деле. Это меня в меньшей степени волнует, потому что меня-то волнует как бы аудио, да, вот, то, что я слышу, да, что человек на инструменте делает, да, там, героические позы меня... Ну, это же на другой план он входит. Да, 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 это не люди. Вот, а вот то, как человек владеет инструментом, что он с ним делает, да, вот это прикольно. Он «Полёт шмеля» там играл, ну, насколько я помню, вот. А? Да, он играл «Полёт шмеля», там есть у Монаво песня такая, «Black Arrow» вроде называется. Да, да, он его играет очень условно. Грязно, грязно, там слышно, что грязно, но на то время все же это тоже, ну, было, ничего себе. Ну, я хочу сказать, что, как это, не знаю, сейчас осталось или нет, да, вот в цирке есть такие, был такой жанр, раньше назывался музыкальные эксцентрики. И вот, я помню, там, я был совсем маленький, да, и вот был такой номер, когда выходили два человека, и один из них на тромбоне играл «Полёт шмеля» тоже. И уверяюсь, что это производило гораздо больше впечатлений, чем вот этот «Полёт шмеля». А у вас получалось играть «Полёт шмеля» на тромбоне? Я, честно говоря, никогда не озадачивался, ни пробовал. У вас же есть еще образование, правильно, по тромбону, насколько я помню. Да, 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 но, не, я на тромбоне играл последний раз на выпускном экзамене. Я понял, на Академ-концерте, я понял. А по поводу Дэвида Эллисона с «Мегадэд», да, мне кажется, он самый толковый, потому что он реально исполняет роль басгитариста, то есть без всяких там наворотов, без этого, он самый толковый. Значит, поясню, что мне нравится в нем больше всего, да. Я считаю, что он из всех вот этих, из всех остальных, он больше всех думает над тем, как у него звучит инструмент. Потому что для меня любой музыкант начинается со звука, да. С того, могу я, вот, отвернувшись на слух, определить, кто это играет, этот или этот, или этот, или этот, да. Если я определить не могу, это говно для меня. Ну, по крайней мере, у меня вот такие критерии. Я сам всегда к этому стремлюсь, да, не знаю, получается или нет, не знаю. Ну, осознаваемо, узнаваемо. А вот у него, я считаю, как раз это тот самый случай, когда вот мне нравится, я ощущаю сознанку, то есть вот то, что человек играет, вот он прям за все отвечает, и мне это очень нравится. Ну, вот у меня тоже больше всего нравится, с большой счет. Потому что, там, не в обиду, там, всяким Ньюстедам, да, там, Трухиличам и так далее, они хорошие музыканты, просто мне они, как музыканты, неинтересны. Значит, что такое для меня интересный музыкант? Это музыкант, у которого я могу чему-то научиться. Во-во-во-во. А потому, это не потому, что я такой крутой, это потому, что профессия заставляет это делать. Ну, да. И вот если мне есть чему поучиться, тогда мне это интересно, да. А если мне учиться там нечему, ну, и нафига я буду тратить время на это? Ну, да, я с вами согласен. А это вы у Эллифсона взяли прием палмюта, ну, для бас-гитары? Потому что Эллифсон часто использует. Не-не-не, я думаю, что я начал играть так раньше, чем он. Я начал, я начал так играть в седьмом классе. Не, я понял, просто есть соло у вас на песне In Flames, в огонь, вот, и там есть басовое соло, и там слышно вот четко палмют на соло. Понятно. И меня, кстати, очень сильно поразило, потому что, ну, я до этого нигде не слышал этого. Я реально до этого нигде в трэше не слышал. Нет, нет, я, во-первых, я очень много пользуюсь этим, это-то соло, да, я очень много пользуюсь этим в аккомпанементе. Ну, очень круто озвучит, я могу сразу заметить. Очень регулярно могу посоветовать послушать, там, из последнего, значит, когда это было, в общем, относительно недавно. Серега Ефимов такой пытался, ну, и в принципе, в каком смысле у него это получилось, такой объявил конкурс, он записал барабаны, гитары и спел песня ACDC, называлась... Бекин Блэк, я видел на ютубе есть этот трек. Вот, 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 там, 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 там. Я уже его слушал. Да, потому что, нет, я еще раз повторяю, вот эти все гитарные приемы я очень густо и жирно использую и всегда использовал. Я сразу обратил на это внимание, потому что, ну, реально в трэше мало кто так делает, ну, с бас-гитаристом. Ну и дураки. Да, вот, Элисон часто любит, он как раз какой-то такой, не знаю, создает эффект перкуссии, или как, я даже не знаю, как это сказать, но он только на ритмах это так делает, вот. А вы на соло как зарядили, там, я аж, помню, взялся за голову, думаю, это мне показалось или, блин, нет? Я перемотал, да, слышу четко, короче, полмют. Конечно, конечно. Я вообще эти все соло, ну, полностью знаю, то есть, какие-то разбирал, какие-то смотрел, то есть, ну, это реально интересно для меня. А еще хотел спросить по поводу бас-гитаристов тоже. Клифф Бёртон, как вам? Вам не кажется, что его переоценили все же? Ну, тут сложно сказать. Я думаю, что из него бы получился бы толковый басист, да, потому что он тоже совершенно точно, он со своим видением был. Интересные аранжировки. И я думаю, что из него бы мог получиться, ну, такая, такая знаковая фигура в металле басиста. Ну, как бы есть знаковая фигура? Ну, просто, не, на самом деле, просто трагическая судьба, в общем, эта трагедия, тут попахивает немножко, может быть, даже спекулятивная такая, немножко, какие-то. Ну, да, есть когда, я с вами согласен. То есть, из него наверняка бы получился вот прям знаковая фигура, точно. Хороший басист, да, ну, по тем временам для своей группы, которая Металлика вот в то время из себя представляла. Все, все было на месте, все было клево, все было зашибись, да. Чем бы у них там дело кончилось, я не знаю. Ну, мне вот Эллифсон куда больше нравится, то есть, я даже брал, находил бас-треки, мастеров папокс, типа, бас-гитарный, ну, этот трек чисто, и Эллифсон описался. То есть, ну, там просто огромная разница в атаке, во всем звуке, то есть, Эллифсон, ну, куда мощнее, конечно. Нет, конечно, нет, нет, вот этот парень-то, он, я вам сказал, да, что он наиболее мне интересен в этом смысле, как музыкант, вот он мне интересен, поэтому, там, респект и уважуха и все такое, да. А он сейчас индорсер Харткин, вот, кстати, мне эта фирма тоже очень нравится. Харткин? Харткин, приличная техника, такая, не хватающая звезд с неба, очень ровная, спокойная и надежная. Не, на сегодняшний день, вот, я считаю, тоже две организации, вот, в смысле, топовых, если, да, брать, это Гален Крюгер и Маркбас. Потому что у меня, у меня у самого две башки Маркбас, на всякий случай загашники, да, а если мне понадобится Гален Крюгер, то я всегда могу взять у товарищей. Ну, это вот как раз, для меня это, вот, идеальная техника, да, причем это топовые, да, естественно, я говорю о топовых моделях, просто супер-супер-супер. Вот, а Гален Крюгер такая, вот, для меня, там, клубная какая-то история, совершенно спокойная. Я понял. А с ЭБС вы не сталкивались? Я вообще, честно говоря, Сереж, я, знаете, от добра добра не ищу, мне, то есть, вот эти, все педали Шихана, они у меня есть. Да. Естественно. Фильм ТВ тоже есть, да, с драйвом, со всем этим. Да, 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 конечно. Я, кстати, был имборсером одно время этой фирмы, там, 4 или 5 лет был, то есть, ну, вполне себе ходное железо. Нет, у меня, на самом деле, в этом смысле, мне отчасти даже где-то обидно, потому что, вот, то, что они сделали с Шиханом, мы лет за 5 был такой в Москве мастер Сережа Богучаров, который делал педали. СМБ, такая была, это производство гитарных педалей было, российское, причем здесь их не очень покупали, а он их тысячами отправлял в Америку. У него, да, он экспорт такой был. Он не успевал их делать, реально, реально, да, это не сказки, потому что я это все, это на моих глазах все происходило, да, вот. И мы с ним начали разработку, там, я сейчас не найду, не полезу, вот. То есть, у меня есть прототип вот такой примочки, то, что сделали EBS-ы, только она состояла из двух частей, то есть, было, значит, вход, да, и было два выхода. Один выход был искаженный, другой был чистый, значит, соответственно, в каждый роутинг я мог втыкать какие угодно, там, другие какие-то прибамбасы педали, да, и вторая часть, ответка была, это был некий микшер, который объединял, то есть, это своеобразный лут такой получался. Вот. Круто. И у меня, у меня есть этот прототип, и, в общем, но он, к сожалению, трагически погиб просто. Закончилось все. Да, и больше я, к сожалению, такого человека найти не смог, с кем вот можно было бы сотрудничать, да, и буквально года через три Шикан выпустил вот свою первую эту педаль. Еще такой вопрос, вас не приглашали в какую-то известную западную группу? Вот этот вопрос меня очень сильно волнует, очень интересно. Вот когда мы заканчивали работу, работать с круизом, ой, блин. Ты должен был заметить, это сто процентов, я думаю, это я просто удивляю. Представители приглашали, значит, они были такие, у них у всех были такие какие-то маски разные, такие на пол лица металлические, не помню, как назвал. Я же тоже не могу вспомнить, такую тоже шутку, вот. Это вот конец восьмидесятых, не вспомню, но дело стилю хотя бы, по стилю хотя бы, можете сказать. Они такой, они power metal, в общем, нормальный такой коллективщик, в общем, такого класса A, значит, но я не пошел, мне нравится жить в России, я не хочу жить в Западной Европе, мне не нравится. Поэтому вы остались здесь, а Валера улетел в Лос-Анджелес, да? Валера хотел, да, Валера улетел в Америку жить, а я, мне здесь нравится, поэтому как-то, где родился, там пригодился, совершенно. Ну да, я с вами согласен, то есть, ну, все равно было интересно узнать, потому что, ну, как бы, вас должны были заметить. Нет, звали, звали, но просто это, вот тут это было бы точно связано с переездом уже тогда, да, потому что, как вы себе представляете, да, нельзя было бы жить здесь, а ездить туда. То есть, по тем временам это было все очень сложно, потому что это визы, там, выездные, не визы, это такой геморрой был вообще. Ну да, да, с вами согласен, поэтому что... Сейчас, там, один раз шлепнул, там, если повезло, там, и три года ты, там, катаешься, купил билет, поехал, купил билет, поехал, да. А тогда это был прям реальный геморрой, вот, и в этой связи нужно было бы просто, там, не езжать. Я думаю, что года на два, на три, потому что иначе бы никто бы меньше контракт бы со мной не подписал, да, потому что никому там, ну, обычно это год и потом два опциона, да. Да ну нафиг, не хочу я там жить. Ну, я думаю, даже если бы вас просто бы взяли как студийного музыканта, ну, студию, то есть, ну, сессионного, то вы бы там себя неплохо чувствовали, это сто процентов. Ну, как Смольский, типа, раньше. Ну, не, в любом случае, с точки зрения бабла, я бы чувствовал, что это гораздо лучше. Конечно, конечно, конечно. Ну, да мне, ну, как-то, таите, таите, нас и тут неплохо кормят. Ну да, это главное, да. А еще тоже такой вот интересный вот вопрос по поводу того, что вот советские бас-гитаристы, это вы, Крупнов и Грановский, например, куда имели выше уровень, чем тот же Эллифсон, Клифф Бертон и Франк Беллассон тракт. Алик Грановский точно, да. Вот, про Толика я бы тут так... Я понял, свое видение, я понял. Свое видение на эту тему, да, Алик, он высочайшего уровня басиста. Очень хороший акцент и очень хороший басист. Опять, со своим пониманием звука, со своим видением бас-гитарной игры, очень клево. Мне очень нравится. Ну да, да, мне тоже впечатляет. Я, кстати, о нем тоже сделал выпуск, как я о вас сделал, то есть обязательно, потому что, ну, это такая фигура ключевая, по сути. То есть я веду к тому, что вот именно вот советские бас-гитаристы, которые, к примеру, в то время, ну, не особо были хорошие условия, то есть инструменты, то есть все было так вот, ну, не очень, и имели такой уровень по сравнению с теми же американцами. Сереж, а вы знаете, я думаю, что это как раз сыграло со знаком плюс, потому что мы очень хотели, да, мы к этому, да, мы постоянно искали какую-то информацию. Мы выслушали там все, вот все, все, что можно было, да, добывалось все с огромным трудом, да, красный, сломание и караул, да, вот, там струны, инструменты, усилители, да, интернета же не было, прочитать дело негде. По голосу Америки про это рассказывали, блин, понимаете, то есть информации, добыть эту информацию, это очень было сложно, очень тяжело, да, там, не говоря о том, чтобы, там, дотронуться, там, поиграть на каком-нибудь джаз-басе в те времена, это вообще было просто как за границу съездить, да, вот, просто, там, допустим, мне повезло, я вот, после того, как я поступил в Гнесинку, да, я там, познакомился со многими музыкантами, у которых уже были приличные инструменты, поэтому, как это, кругозор начал расширяться и расти реально с точки зрения понимания и оценки инструментов, да, вот, а просто вот так люди, откуда им вообще было все это, а, и поэтому я думаю, что именно из-за этого вот такого стремления и реального хотения, да. Да, 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 ну, и также, наверное, все же решило ваше музыкальное образование, то есть у всех есть музыкальное образование, у Грановского, я не помню, что там, вроде пианино, у Крупнова тоже пианино и скрипка вроде бы, и у вас пианино-тромбон, вот, то есть это тоже, как бы, наверное, сыграло немаловажную роль. Ну, отчасти да, потому что, ну, во-первых, надо начать с того, что образование никогда не бывает лишним, вот это совершенно точно, да, там, какие-то его части, они, может быть, и лишние, да, но сама концепция, как образование, да, оно никогда не бывает лишним, поэтому, на самом деле, ну, я хочу сказать, хотя тоже, наверное, исключения только подтверждают правила, потому что, вот, у Сергея Ефимова никакого музыкального образования нет. Ну, ну, стучит он очень классно, харизма, все дела, все там, он вообще тоже. Он потрясающий музыкант, и при этом он сейчас пишет музыку совершенно потрясающую, я так не умею, да, он пишет, такие симфонические штуки у него есть, что, мам, не горюй. У каждого, да, свои таланты. Образование – это не критерий, да, то есть можно быть сто тысяч пятьсот миллиардов раз, там, образованным доктором наук и все такое, и толк от тебя ни хрена, да, и можно быть совершенно, как бы, талантливым человеком, который хочет заниматься какой-то профессией, который стремится, да, и убирать этих образованных в одну калитру, то есть это не панацея, но образование никогда лишним не бывает. Ну, мне кажется, особенно в то время, когда, ну, обучиться нигде было. Вот, хорошо, хотел еще вас спросить по поводу кальча-шок, культурный шок. Я буду делать скоро обзор на этот альбом, то есть я сейчас жду диск, с Москвы мне присылают. И интересно, вот какие-то есть там истории, там, или какие-то забавные факты, ну, что-то такое эксклюзивное, где вы ничего еще не рассказывали? Нет, ничего специального. Нет, ничего специального, уже все рассказали. Нет, реально, ничего специального, потому что я единственное, что могу сказать, что я сильнейшим образом сожалею, что в свое время эта пластинка не вышла. Ну, музыка там интересная, но мне кажется, что вы от трэша, ну, такого, как бы, отошли и стали работать более хитово. Потому что начала меняться стилистика группы, и я считаю, что это хорошо. Это точно так же, как вы говорили о том, что вот эта первая пластинка, что там и то, и такой металл, и сякой металл, и пятое, и десятое. Здесь вот пластинка просто, а здесь пластинка такая другая, ну и что? Это просто отлично, я считаю. Одно я заметил, что структуры стали более проще, появилась хитовость некая, правильно? То есть это уже как будто продукт был заточен для более широких масс. Верный нарусый, кстати, товарищи, да? Точно, конечно, конечно, да, потому что это, вот я поэтому говорю, что эта пластинка была более коммерческой. В плане Барбароса, да? Да, 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 и вот еще раз повторяю, к сожалению, жалко, что она не вышла вот в то время, потому что это мы бы по мозгам бы там многим бы надавали в очередной раз. Честно сказать, мне изначально она не понравилась, потому что у меня были другие ожидания после первого альбома. То есть я вначале включил, думаю, блин, что это такое, типа, ну я ждал, что будет продолжение, там все дела, вот. Но потом я со временем понял, что был неправ. Это делает вам честь. Раньше я не понимал, что вот почему музыканты не продолжают с той же стилистикой, в которой они и начинали. Потом, когда я сам стал музыкантом, начал делать альбомы, записывать, я начал понимать, что есть разные отрезки в жизни. Ты в одно время тем увлекаешься, потом приходит какое-то там, ну, время в жизни другое, там какие-то там разочарования или там, наоборот, какие-то радостные события. Поэтому у тебя, ну, совсем другое восприятие, и, соответственно, сочиняется другая музыка. Но только со временем я это понял на личном примере, что почему группы, ну, меняются. Я ничего в этом кошмарного не вижу, потому что, например, на примере группы Queen, я могу сказать, что у них все пластинки разные. А я, кстати, это моя первая музыкальная любовь, это Queen, то есть это моя, ну, первая любимая группа. То есть там все разные, там, от диско-фанка до хэри-металла. Ничего же кошмарного, да? Никакая пластинка же вас не разочаровала в этом смысле. Нет, все полностью альбомы нравятся. Но все пластинки разные, и, тем не менее, это группа Queen. Да, 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 да. В этом есть весь секрет, ну, как бы сохранить эту всю оригинальность при смене стиля. А почему этот альбом не вышел? Можете, ну, напомнить так вот еще? Ну, потому что, в связи с тем, что группа закончила свою работу на Западе, и все. И поэтому, да. А запись была утеряна, да? Ее не было, вот все, что осталось, это демо. Демо. Ну, хуже, чем мы можем, мы уже не можем. Желания ее переписать нет вообще, типа? А зачем? Ну, блин, дать людям то, что они там, например, ждали 30 лет назад. Ну, я считаю, что вот на том уровне, на котором оно существует, этого вполне достаточно. Нет, ну, там, ну, достаточно нормальный саунд, то есть все это, ну, просто. Бывает такое желание, что вот группы переписывают свои песни, альбомы. Для того, чтобы это делать по-человечески, да, это серьезные денежные вложения. Ну, я с вами согласен, а сейчас их отбить это нереально, вот, с интернетом совсем. Дома на коленках этого не сделают. Я с вами согласен, еще получится хуже, чем это вот, чем дома получится. Если это делать, то это надо делать по большому счету, и тогда это все сразу автоматически выливается в большие суммы, в твердоконвертируемые валюты. А еще также вопрос по поводу вашего бас-сола, которое не вошло на англоязычный альбом. Вот почему оно не попало? Это вопрос не ко мне, это вопрос к продюсеру. К продюсеру? Да, это, вот. При этом тоже нужно понимать, что это демо. Да, да я слышу по звуку, что, ну, еще сырой. Ну, блин, звучит дико отлично. Я, кстати, до интервью вообще не знал о нем. То есть, я когда в интервью увидел, я сразу полез искать, на ютубе его нет, но вконтакте я нашел, вот, и дико зафанател. Это вот как раз восьмиструнный инструмент. И его еще видел, вы недавно его вживую исполняли, вот, где-то там на каком-то концерте есть видео на ютубе. Ну, уже с короткими волосами вы уже, короче, были, вот, где-то, вот, может, 5-10 лет назад. А, нет, тогда это все не честно, потому что, я знаю, нет, это бас-дей был. Дело в том, что для того, чтобы по-честному его играть, восьмиструнный инструмент нужен. Я читал, читал, вот, сказали. А то, что видели вы, это просто эмуляция восьмиструнного инструмента, и там, ну, поскольку нету этих струн, на которых нужно играть, там, это, ну, в общем, это не совсем честно. Читерство, я уже, ну, считаю. Читерство, да, да, да. Читерство. Ну, все равно, ну, звучит отлично, то есть, видно, там, идеи, ну, очень классные. То есть, очень жаль, что оно, ну, не вышло. А почему бы его, ну, не добавили, когда на CD-Maxime выходил, переизнание вот это выходило англоязычное, можно было же добавить его? Это тоже, Сереж, к сожалению, это вопрос не ко мне вообще. Ну, я думаю, просто вы знаете, почему, может, какая-то причина была, поэтому интересует. Нет, меня, нет, меня это не интересует никогда, я в этом смысле очень человек спокойный, да. Ну, я понимаю, что ваше там это вот... Ну, не выпустили, ну, и дураки, ну, что я могу сказать. Ну, реально, честно, ну, меня это оскорбляет, потому что, ну, композиция очень классная, честно. То есть, у меня отдельно на плеере она есть, типа, вот. Кому надо, вот, вам было нужно, вы нашли-то послушали. Ну, так я сразу начал искать, а почему? Значит, цель достигнута, как, вы же послушали, все нормально. Не, не только я послушал, а еще и сел пробовать разбирать, еще сел. А, кстати, конечная партия, которая в конце песни, она, ну, как будто слэпом сыграна, вот. Нет. Я знаю, что нет, я на видео посмотрел, но она имеет такой хлесткий, такой, ну, звучание, как будто слэпом, мне вначале показалось. Это натуральная легата просто. Я знаю, но, ну, просто, ну, у меня такое первое ощущение, что это слэп, серьезно было. Нет, нет, нет. Ну, просто, ну, вот, именно, да, легата как раз вот дает вот этот, знаете, хлест, дает, как будто слэпом. Да, да, вот. А такое впечатление, как будто слэпом вы играете, а потом я на видео посмотрел, ага. Ага, вот. Ну, просто этот, ну, легата дает вот этот, знаете, хлесткость, как у слэпа, типа, дает вот. Ну и хорошо. Да, поэтому я, ну, лоханулся, можно сказать. Нет, почему, просто у вас, как это, у вас был недостаток информации. Да, вот, ну, я ее пытался, вот видите. Я скитрил, а у вас недостаток информации. А если, видите, ну, завели людей в заблуждение, значит, получился трюк, правильно? Конечно. Вот, хорошо, давайте тогда будем к последнему вопросу доходить, по поводу котиков. Вот, я знаю, что вы кошатник. Я, кстати, тоже дико люблю котов. То есть, я, наверное, думаю, вы по этой аватарке в Фейсбуке сразу видели. Да, 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 у вас там отличный котище. Ну, это не мой, это моего товарища, кстати, из Москвы. Это важно. Верно, что мы с ним в отличных отношениях. Да, очень отличный. То есть, я, ну, с детства люблю животных, кошек очень сильно люблю, честно. Вот, просто это лучшее для меня животное, которое, ну, вообще, существует. Вот, ну, значит, почему, я бы не назвал себя в этом смысле прямо уж кошатником, просто... Не, я ничего в этом обидного, кстати, не вижу. Дело в том, что у меня всю жизнь, там, пока я жил с родителями, рос, да, у нас всю жизнь были кошки и собаки в том числе, да, обновременно, вот, и потом у меня все время коты. Дело в том, что это совершенно удивительные, непохожие, уж на собак-то точно непохожие, да. И по самостоятельной. Это всегда какая-то индивидуальность, это всегда, да, там, вот ты пришел домой, и собака рада тебя видеть, безусловно, да. Ты можешь прийти домой и выслушать от кота лекцию, какой ты козел, почему так долго не приходил домой. Да, да, да. Вот, там и так далее, и так далее, то есть это совершенно другая, не знаю, другая ментальность, что ли, да, у зверей, я имею в виду. Ну, да, собаки же держатся стаями, а коты же никогда стаями не держат, то есть они более самостоятельные животные, ну, это, типа, доказано наукой, вот. В том числе, да, нет, вот именно собака всегда рада тебя видеть, опять, да, а с котами так нет, да, там, иногда, там, ты собачку угладишь, она все время будет, там, хвостиком бежать, а кота попробует погладь, если ему в этот момент не надо, чтобы ты его гладил, просто будешь... Похарапает. Да, да, будешь, как это, обозначен, типа, не надо сейчас, не надо, да. Такие удивительные зверюги, и поэтому в этом-то и состоит как раз весь интерес взаимообщения, да, что совершенно вот персоналии, поэтому, с моей точки зрения, более богатая палитра эмоционального общения. Да, у кота всегда разное настроение, можно сказать, по сути, вот, когда подпустит, когда не хочет, когда то, вот, да, с этим я с вами согласен. А контрабасу сколько лет? В этом году будет 12. Ого, так вот, это вот старожил. Ну, ну, нет, нет, это не старожил, это такой средний, нормальный средний возраст. Меня это приятно удивило, когда, ну, я добавил вас в друзья в фейсбуке, вот, и вижу, вот, постоянно кошек, кошек грузить, и думаю, ну, блин, вообще, типа, тема. Значит, если вы обратили внимание, кошек-то я, в общем, я в основном гружу какие-то объявы, там, вот, какие-то приюты. Да, 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 это тоже, типа, нужно заметить. Может быть, кому, кто-то, там, раз, и... Да, я с вами согласен, то есть, есть вероятность, повышает вероятность, что котик попадет домой. Вот, да, вот у меня в этом смысле вот такая задняя мысль, что называется, вот она, она всегда такая. Да, и, конечно, есть какие-то, там, милые, кавайные, по-японски, да, там, картинки, которые, ну, и клево, ну, что кому-то... Блин, я тоже считаю это клево, то есть, это мне тоже приятно удивило, вот. Я говорю, вдруг вот так там сработает, и... Тем более у вас там аудитория широкая, то есть, ну, много, много друзей есть, вот, которые, может, и увидят, и какого-то котика заберут к себе домой. Да. Вот такая вот, типа, можно сказать, пассивная благотворительность. Ну, да, вот чем могу, да, потому что я, там, набрать себе, там, десяток котов и поселить их у себя я не могу, да, а вот таким образом вот я... Да, да, это лучше, чем вообще ничего, это лучше, чем у меня ничего. Это точно, это точно, Сережа, лучше, лучше так, чем никак. Тогда будем еще прощаться, был дико с вами рад пообщаться, то есть, ну, честно, то есть, я, по сути, долгое время это ждал, вот, потому что, ну, как бы, свой, можно сказать, отечественный герой, вот, не какие-то, там, эти, вот, там, Клиффи Бёртона, Дэвида Эллифсона, вот есть свой, вот. Спасибо. С которым, ну, приятно пообщаться. Я надеюсь, что, когда я буду в Москве, ну, все же, как-то можно с вами встретиться, хотя бы на пять минут, там, подписать диск. Давай, давай. Фотографироваться, то есть, ну, для меня это будет честью, честно. То есть, с Валерой мне повезло увидеться, Валера когда-то выступал в моем родном городе, Житомире, в 12-м году, вроде бы, выступал. Угу. То есть, с Валерой тоже мило пообщались, там, подписал диски, там, все дела, то есть, вот, с ним повезло, вот, с вами, видите. Все вполне нормально, да. Все, огромное спасибо, до новых встреч, как говорится. Удачи вам. Все, пока-пока, взаимно.